Наша история с кекс-вечеринки. Короче, рассказываю. Я люблю ходить, ну, любила ходить на вечеринки 18+, вот, потому что, во-первых, там безопасно, безопаснее, чем в обычных клубах, потому что там действует принцип активного согласия. Если ты говоришь нет, как бы, ну, человек от тебя отстает. Это не то, что в клубе, когда ты говоришь нет, а к тебе такие, ну, значит, да! Вот, и в целом, типа, ну, это про чувственные практики, про общение с открытыми людьми и так далее. Вот, ну, я пошла, короче, на новую вечеринку, меня пригласили, и, собственно, знакомлю себя с этим чуваком. А я на эти вечеринки иногда еще хожу, чтобы просто удовлетворить свои потребности, и как бы все, там, без всяких, вот, мы понимаем все, зачем мы там собрались, и, соответственно, типа, круто, классно. Вот, знакомлю себя, значит, там с чуваком, вроде мы уже идем в отдельную комнату, вот, а там такая система, то, что там, ну, ты не можешь просто закрыть двери, то есть там все, они, сколько вы не понимаете, вот, и туда может зайти, ну, любой, любой, кто захочет, вот. Пока мы были одни, мне было комфортнее, если бы начали, как бы, одни, если бы там кто-то уже там рядом тоже был бы и занимался этим, то мне было бы все равно, мне комфортнее именно начать было один на один. Вот, и мы, значит, лежим, вроде там и поцеловались один раз, вроде там, что он мне массажирует, и он начинает, короче, мне рассказывать про вселенную, про мироздание. Ну, ладно, типа, рассказывает, рассказывает, но он долго уже рассказывает, и я понимаю, что, по-моему, кексом он заниматься со мной не планирует, вот. И я лежу, и он, знаете, вот это мне рассказывает, что-то рассказывает, и он говорит, Ульяна, ты такая интересная, ты такая умная, ты вот не как все они, которые тут хотят просто кекса, ты провысокая, ты очень интеллигентная, ты очень эрудированная, это так круто. А я лежу в потолок и думаю, блядь, я такая, я такая, как они, я хочу кексом! И просто вот он мне рассказывает про какую-то философию, про вот это вот мировоздание, про вселенную, а я лежу, смотрю в потолок и думаю, блядь, где ж я так накосячила-то, что вот на свиданиях, когда я просто хожу, именно что пообщаться, про вселенную и вот это вот все, а со мной хотят просто позаниматься кексом. Она специализирована в вечеринке для занятий кексом, со мной обсуждают философию, историю и так далее. Я поворачиваюсь к нему в какой-то момент, я говорю, слушай, мы вообще будем сегодня интимом-то заниматься? Он такой, а, ну да, сейчас я тебе еще одну историю расскажу. Я говорю, нет, все, я, короче, одеваюсь, он такой, ну ты куда, ну давай уж займемся, ну мы же это, ну, я говорю, нет, я уже ничего не хочу, короче, я просто развернулась и ушла. Всем привет! О таких вечеринках, как кекс-вечеринки, я, кстати, узнала, да, когда в свое время от одной блогерши, Алекс Брайн, кстати, тоже развелась мужем, потому что любила потаскаться. Так вот, она рассказывает про то, что якобы вот такая ситуация произошла, и они там болтали, да, точнее он болтал, а она слушала, потому что вот ей хотелось чпонькаться, да, а он болтал. Если мужчина с тобой хочет поговорить вместо того, чтобы отодрать тебя, блин, ну мне кажется, это многого стоит. Но барышня этого не оценила, и опять ей мужчина виноват, и опять мужчина ей плохой. И знаете, иногда складывается впечатление, что у этой дамы вечно в этом плане, ну, не выгорает как-то. Ну, то есть ей попадается то ли мужчина ненормальный, то ли она их ненормальных выбирает, то ли она уже готова просто на всех подряд прыгать, скакать, я не знаю, ей уже кто-нибудь и как-нибудь, лишь бы просто в дуле. И я не могу сказать, да, что она при полноте своей там некрасивая, она симпатичная, действительно, она харизматичная, что-то в ней такое есть, на мой взгляд. Но всё-таки, как ни крути, женщины с избыточным весом, они на любителя. И кто знает, может быть, он, как сказать, ну, раздел её и подумал такой, ну, блин, что-то как-то вот нет, и чтобы не опорофиниться, да, из-за того, что там не стало, или ещё что-то, да, давай-ка я лучше поболтаю. Это лучший вариант, чем вот эта вот серия, ну, ты подними, ты постарайся, как бы, возможно, дело в этом. Честно говоря, я не знаю, это мои предположения, но в любом случае, мне кажется, это очередной раз, когда она рассказывает, что вот у неё там не выгорело, не получилось, и стрёмно слушать такое, потому что кажется, что у неё вообще как-то всё только вот плохо. Но вы не переживайте, следующее видео обязательно будет о том, как у неё всё получилось.